Христос Воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 7 июня, Православная Церковь совершает память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского. Священномученик Ферапонт, епископ кипрский, подвязался в монашестве, впоследствии нес послушание в сане епископа на острове Кипр. Во время гонения Диоклетиана святитель Ферапонт мужественно исповедал имя Христова и скончался мученической смертью. Мощи священномученика сначала находились на Кипре и прославились многочисленными чудесами, а затем в 806 году были перенесены в Константинополь. Причиной к перенесению мощей послужила опасность нашествия сарацин. Знаменательно, что в пути, когда корабль с мощами плыл в Константинополь, от них стало источаться мира, и путешественники, находившиеся на корабле, были чудесно спасены во время бури по молитвам святителя Ферапонта. По прибытии в Константинополь мощи священномученика положили в храме, построенном в честь иконы Божией Матери Илеусы или Милостивой. В 806 году святые мощи были перенесены во вновь построенный храм в честь священномученика Ферапонта, от них продолжало источаться мира и совершались чудеса. По молитвам святителя Ферапонта исцелялись тяжелейшие недуги, умиравшие возвращались к жизни. В храм святого мученика была принесена одна девочка, у которой еще со времени рождения срослись ноги, загнулись назад и приросли к ее спине. Но после того, как родители ее принесли святому Ферапонту усердную молитву, тотчас ноги приняли у девочки свое обычное положение. Они вытянулись и разделились, так что от раковица, придя в возраст совершенный, ходила славя и благодаря Бога. У одной женщины по имени Марии случилась на теле неисцелимая болезнь, называвшаяся раком. Тяжко страдая и уже отчаиваясь в выздоровлении, Мария поспешилась усердную молитвою ко гробу святого священномученика и получила здесь скорое и совершенное исцеление от своей болезни. Другая женщина, семь лет страдавшая кровотечением, прибегла с горячим молитвою и верою к святому Ферапонту и лишь только прикоснулась ко гробу его, тотчас остановилась кровь ее, и она в полном здоровье возвратилась к себе домой. Еще одна женщина, страдавшая водянкою, придя к мощам святого Ферапонта, увидела в сонном видении святого мученика, помазывавшего какой-то мазью больное место на ее теле. Проснувшись, она увидела, что из больного места ее истекло много гноя, после чего она почувствовала себя совершенно здоровой. Стефан, воин из полков армянских, весьма страдал телом. Он был скорчен и пригнут к земле. Точно так же и другой воин по имени Феодор страдал тем же недугом. Когда оба прибегли к помощи угодника Божия и принесли ему теплые молитвы, то получили полное исцеление. Один прокаженный, придя ко гробу святого, очистился по молитвам его от проказы и воздал благодарение Богу. Некий философ, имевший у себя на груди опасный и весьма большой нарыв, когда пришел ко гробу святого и задремал здесь, то увидел, что святой приложил пластырь к больному месту на его груди. Проснувшись от сна, он почувствовал значительное облегчение от своей болезни, а через день и совершенно исцелился от нее, за что и возблагодарил Бога. Многие и другие недуги и болезни исцелялись помазанием мира, исходившего от честных мощей угодника Божия Ферапонта. Тем же миром бесы изгонялись из людей, умиравшие возвращались от смерти к жизни. И все это творилось молитвами святого священномученика Ферапонта по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава вовеки. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется Третье обретение главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна, и совершается память святых – святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского, преподобно-мученице Елены Коробковой Иннокене, преподобно-мученика Тавриона Толоконцева Монаха. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. «Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!» Воистину, воскресе Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова